Дорогие братья и сестры! Дорогие друзья! Мир вам всем от Господа Иисуса Христа! Добро пожаловать всем нашим гостям на центральное богослужение Церкви Адвентистов седьмого дня в храме на Подоле. Мы очень рады, что вместе с нами сегодня и наши дети, и наши внуки, мы рады передать большой теплый христианский привет всем, кто присоединился к нам через канал Hope Channel, через канал надежды, и разделяет с нами радость благословенных минут общения с Господом через Его Слово. Мы рады приветствовать также тех, кто по различным причинам не смог разделить радость святого общения со своей поместной церковью, кто по причине болезни остался дома и включил телевизор, или же присоединился через систему интернета онлайн. Пусть Господь благословит вас на том месте, где вы вместе с нами преклоните колени и откроете Слово Божье. Сегодня я вновь приглашаю вас открыть один текст священного Писания, который записан в 1 Коринфянам, 9 глава, 16 текст. Эти слова принадлежат великому проповеднику своей эпохи, проповеднику язычников, апостолу Павлу. Он написал это послание к коринфианской церкви. 16 текст говорит так, «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Читая этот сложный, на первый взгляд, текст, мы попытаемся сегодня разобраться, какой же смысл вкладывал апостол Павел в значение этой вести. У нас возникает несколько вопросов, читая это послание. Неужели апостол Павел пытается смотивировать членов церкви к благовестию через мотив страха? В чем заключается горе, если я не благовествую? Что такое благовестие? И что же на самом деле есть истинный благовестник? Вот некоторый перечень вопросов, которые возникают у нас при чтении этого текста. Итак, какие чувства возникают у вас, друзья, когда вам говорят «у этого человека горе»? Наверное, чувство сострадания и желания как-то помочь. Когда у человека проблема, переживание, мы хотели бы разделить вместе с ним его переживание, но горе – это высшая степень утраты человека. Что это значит? Почему апостол Павел говорит о том, что человек, если не благовествует, нуждается в особом сочувствии, у него горе? Неужели это горе приходит, как какое-то проклятие от Бога? Неужели Павел каким-то образом хочет сподвигнуть церковь к служению ради Христа мотивом страха – горе? Ведь нельзя говорить о любви, сердце которого наполнено страхом. Я не думаю, что апостол Павел, который был великим проповедником, сердце которого горело желанием проповедовать Евангелие, был смотивирован страхом от того, что Господь что-то свершит над ним, не спошлет какое-то проклятие. Итак, прежде всего мы зададим себе вопрос. «А где зародилось благовестие? Откуда оно проистекает? Что это такое? Ведь как сладкая вода течет с сладкого источника, так благовестие, оно проистекает из источника любви». Благовестие родилось в сердце того, кто есть сам любовь. Другими словами, благовестие родилось не в сердце человека. Оно родилось глубоко в сердце самого Бога. Бог – источник благовестия. Сердце нашего Бога было наполнено благой вестью даже тогда, когда человек этого не заслуживал. Мы возвращаемся в нашем сознании к тому моменту, когда человек ранил сердце Господа, когда он повернулся спиной к своему Богу. Кажется, в тот момент человек не заслуживал доброй вести, но Бог пришел к человеку с доброй вестью. Он указал ему надежду на спасение. Он показал, где решение его проблемы. И нас потрясает сердце нашего Господа, которое наполнено благой вестью. Такой характер нашего Господа. Благовесть является сущностью характера Отца Небесного. На протяжении всей истории человечества Бог любил приходить к человеку с доброй вестью. Нам нельзя не вспомнить тот момент, когда Господь пришел к Аврааму. Он, будучи удрученный особым переживанием, что жизнь его заканчивается, он остается бездетным. Что нет наследника, который мог бы продолжить его мечту в провозглашении Евангелия тем народом, где находился Авраам. И Господь пришел с доброй вестью. Он сказал Аврааму о том, что у него будет много потомков. Авраам поверил благовестию Господа. Его сердце наполнилось тишиной, покоем, радостью. Потому что он верил, что Господь исполняет обещанное Слово Своё. И мы с вами сегодня разделяем радость благословения, которое когда-то было обещано нашему праотцу Аврааму. Ибо Господь сказал, в тебе благословляться кто? Все народы. В твоем семени. И мы с вами разделяем это благословение, которое когда-то Господь обещал Аврааму. Ибо семя Авраама – это никто иной, как Иисус, который пришел к нам, давший вечное утешение. Я представляю себе радость Авраама, когда он увидит тысячи и миллионы потомков, спасенных на Новой Земле. Когда каждый пожелает подойти к Аврааму, к своему дедушке, пожать руку и сказать, Авраам, спасибо тебе за то, что твой вдохновенный пример веры он влил мне надежду в сердце. Авраам имеет, что поведать нам в Царстве Божьем. Далее, на протяжении всей истории человечества Бог пытался постоянно поддерживать через уста своих пророков благовестие. «Вновь и вновь он избирал особых мужей, ибо пророк – это ничто иное, как уста Господа, которые приходили к людям с доброй вестью от Бога». Я приглашаю вас прочитать некоторые тексты Священного Писания, например, через пророка Исаию, этого молодого человека, которого Господь призвал в особую эпоху отступления, в особую эпоху религиозного отступления. И через уста этого пророка Господь обращался к своему народу с этой вестью. В 49 главе 8 текст. Исаия 49 глава. С 8 текста мы прочитаем. «Так говорит Господь. Во время благоприятное я услышал Тебя и в день спасения помог Тебе. Я буду охранять Тебя и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные». Так говорит Господь. Это слово имеет особый авторитет, потому что за этими словами стоит тот, кто все может, тот, который мечту свою он может осуществить. И он хотел бы, он очень хотел бы, чтобы мечта Господа стала мечтой каждого сына и дочери его. Он не хотел бы, чтобы мы блуждали в поисках ответа на многие вопросы. Он хотел бы поделиться своей мечтой с нами. Вот его мечта. Господь говорит, что как только ты обратись ко мне, я услышу Тебя и я услышал Тебя и помог Тебе. «Я буду охранять Тебя», говорит Господь. «Я сделаю Тебя заветом для всего народа. У меня есть мечта», говорит Господь. «Я хочу восстановить эту землю и я хочу возвратить наследникам наследия опустошенные». Мы с вами. Это единственные наследники на этой земле. Хотя, что наша земля сегодня приобрела вид опустошенной земли. Но Господь говорит, это наследство опустошенное. Я хочу возвратить Тебе, ибо я сотворил землю не напрасно. Я сотворил землю для жительства, так говорит Господь. И мы выражаем эту мечту Господа. Каждый день мы присоединяемся к молитвам всех верующих в молитве Отче наш. И мы выражаем эту мечту и говорим, «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя». Этой молитвой мы выражаем веру в то, что действительно мечта Господа осуществится, что наша земля восстановится, что она будет возвращена наследникам. И далее девятый текст говорит, «Сказать узникам, выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь, не будут терпеть голода и жажды, не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источнику вод». Это была мечта Господа, которую Он хотел передать через Своего пророка Исаия, сказать всем узникам, пленникам, выходите. Наверное, вы помните, кто процитировал эти тексты Священного Писания, кто сказал, что «Дух Святой помазал меня благоветствовать, отпустить узников на свободу». Сегодня многие люди находятся во власти греха, являются рабами дьявола, являются рабами своих привычек. Но Господь хочет сказать добрую весть. Выходите, выходите все узники, обретите свободу и спасение. И далее 12-й текст говорит «Вот одни придут издалека, и вот одни с севера и моря, а другие из земли синим. Радуйтесь небеса, веселись земля, восклицайте горы от радости, ибо утешив Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». Пророк видит это великое движение верующих людей, которые поверят Слову Бога. Эти люди придут издалека. Кто-то придет с севера, мы – северные страны, а кто-то придет с юга, а кто-то придет издалека. Все племена со всякого колена придут люди, уверовавшие в Слово Господа. Эту радость Господь призывает разделить и небо. Эта радость стала достоянием не только человека, но и небо. Веселись земля, радуйся небо, восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой. Видите, друзья мои, Господь любит приходить к человеку с доброй вестью. Это сущность характера Бога. И даже тогда, когда человек думает о том, что он потерялся в этом мире, когда он думает, что он является забытой частицей Бога, Господь обращается лично к этому человеку. Если вы думаете о том, что ваши проблемы неведомы Богу, если вы думаете о том, что Бог где-то есть, запредельный, заоблачный Бог, но ему нет дела к вам, Бог обращается через пророка Исаию к этому человеку и говорит, скажите тем, которые думают о том, что Господь забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего, но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. Наверное, нет более радостной вести для грешного сердца, как слышать добрую весть Бога. Что может быть дороже для маленького ребенка, который потерялся в гуще людей, как услышать голос своей матери. Но Господь говорит, если так случится, что даже мать может забыть грудное свое дитя, я никогда вас не забуду, потому что я начертал вас на дланях. долония Иисуса Христа являются самым ярким свидетельством того, что наша проблема стала близкой сердцу Господа. Нет более яркого свидетельства, как пронзенные руки Иисуса Христа, которые говорят о том, что Господь воспринял нашу боль как свою собственную боль. Он говорит, что стены твои всегда предо мною. Что это за стены? Стена это не что иное, как та проблема, которую мы думаем, что ее нельзя преодолеть. Каждый из нас имеет определенную стену, перед которой мы стоим, и мы не видим будущее, мы не видим завтрашнего дня, и нам кажется, что эту стену нельзя обойти, ее нельзя перепрыгнуть. Нет тех инструментов, которые могли бы разбить эту стену. Но Господь обращается через пророка Исаия и говорит, твои стены в моих руках. Только доверься мне, поверь в то, что я прихожу к тебе, как Бог, сердце которого наполнено благовестием. Еще несколько текстов хотел бы прочитать в 51 главе с 12 по 13 текстов. 51 глава, 12 и 13 текст. Я, я сам утешитель ваш, кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава, и забываешь Господа твоего, распростершего небеса и основавшего землю. Эта весть обращена к тем людям, которые, может быть, имеют проблему с другими людьми, кто наполнен особым страхом от человека. Господь говорит, что ты боишься человека, доверь свое дело в мои руки, я сам буду твоим утешителем. Прок Исаия пережил этот чудесный опыт встречи с Господом. Он имел также причину бояться людей, потому что ему нужно было говорить особую весть пред глазами великих авторитетов мира сего. И Господь сказал, я поставил тебя над князьями и царям. И, конечно, сердце пророка Исаия наполнялось великим утешением от осознания того, что он идет во имя Бога, что за ним стоит величайший авторитет, тот, кто все может и тот, кто все знает. Далее пророк Исаия, обращаясь к своему народу, использует красивую метафору в 62 главе 5 текст. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Скажите, мог ли Господь использовать более красивую иллюстрацию как влюбленные глаза жениха и невесты. Смотря на жениха и невесту, наше сердце наполняется радостью от того, что настолько они счастливы. И Господь использует этот образ. Он хочет принести нам добрую весть. Он хочет нам сказать, что когда Он смотрит на нас, его сердце радуется как сердце жениха, смотря на свою невесту. Только подумайте, посмотрите друг на друга глазами Господа. Скажите друг другу, как замечательно, что сегодня ты здесь. Ведь рядом около вас Сын Божий. И Бог смотрит на него, как жених на невесту, и радуется. Он радуется, что сегодня вы дети Божьи пришли в храм поклониться Ему. И Он согревает наше сердце своей любовью. Он хочет напитать нашу душу благовестием. Ибо в этой жизни только любовь Господа согревает наше сердце. высшая кульминация благой вести, с которой пришел Господь к человеку. Это весть, обращенная к Марии, Матери Иисуса Христа. Давайте мы откроем Евангелие от Луки 1 главы 28 текст. Ангел войдя к ней сказал «Радуйся благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это значило за приветствие. И сказал ей «Ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Радуйся, благодатная». Сын дан нам – это высшее выражение благосклонности Бога к человеку. Это добрый знак со стороны Бога людям. Это протянутая рука дружбы каждому из нас. это радость, которую испытала Мария. Господь желает, чтобы каждый пережил радость подаренного спасения в Иисусе Христе. Рассуждая над этими текстами, мы определенно можем сказать, что наш Отец – это благовествующий Отец. Не правда ли? это благовествующий. Это Отец, который любит приходить к своим детям с доброй вестью. Обращаюсь к вам, отцы, если бы спросить жену и спросить детей, когда вы приходите домой, наполнило ли ваше сердце доброй вестью? Что вы говорите, когда переступаете порог дома? Какая весть звучит в ваших домах? Какой образ предстает пред вашими детьми, слыша, что Отец идет? Ибо наш Небесный Отец – это Отец, Который любит говорить хорошие вести. когда мы размышляем о сердце Иисуса Христа, разве не наполнено было оно благовестием с раннего детства? Священное Писание повествует нам эпизод, когда в 12 лет отрок, младенец, он уже находится в храме, его уста открыты для благовестия, он отвечает на вопросы книжников фарисеев, он рассказывает о Царстве Божьем, он говорит о своем Отце. Пророк Исаия в 42 главе с 1 по 2 текст говоря о Иисусе Христе написал так Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не возопьет, не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Этим отроком, о котором пророк Исаия говорит, что Дух Божий будет на нем с раннего детства, благоволит душа к нему. Этот отрок, он не возопьет, не возвысит голоса своего, не даст услышать на улицах. Другими словами, я представляю Иисуса отрока, который ходил по улицам на заре, И, наверное, соседи не слышали о том, как он кричит, как он ведет себя неприлично. Он всегда открывал свои уста скротости. Священное Писание через апостола Луку говорит, что он рос и был в любви у Бога и человеков. Это младенец любимый был. Наверное, все говорили соседи и там, где Иисус проходил, вот хороший мальчик. Они не видели в нем Мессии, они не видели нам Бога, но они видели в этом младенце особого младенца, не правда ли? И только в будущем им предстоит решить, кто же этот младенец. Но тогда, когда Он был отроком, Дух Святой был на нем, Его слова всегда были приправлены благодатью. Никогда Иисус не вел себя таким образом, чтобы дискредитировать свой статус младенца, отрока Божьего. Но однажды, когда Иисус повзрослел, когда Он имел право в храме читать Слово Божье, ибо с 12 лет молодые юноши в еврейской традиции имели право открывать свитки Священного Писания и читать в синагогах, в храмах. Ему доверили на одном из служений прочитать Слово Господне. И Он взял свиток прока Исаии. И Он не просто открыл свиток там, где откроется, но Священное Писание говорит, что Он нашел это место в этом свитке. Это говорит о том, что Иисус знал, где, какая глава, какой стих, где и что написано. Это величайший пример для нас, молодых людей, изучать Священное Писание. Знать, где и что написано. Знать значение текста Священного Писания. И вот, когда Иисус открыл это особое место пророчества пророка Исаия, мы прочитаем Евангелие от Луки в 4-й главе. Пятнадцатый текст. «И Он учил в синагогах их и от всех был прославляем и пришел в Назарет, где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Когда Иисус читал Слово Божье, когда Он изъяснял Слово Божье, Священное Писание говорит, что Он от всех был прославляем. Люди замечали, что Он по-особому читает Слово Божье. Они любили слушать Иисуса Христа. В одной из суббот Иисус, открывая книгу, нашел место и прочитал «Дух Господин на мне, ибо Он помазал меня благоведствовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Наступила глубокая тишина после того, как Иисус прочитал эти тексты пророка Исаии. И он закрыв книгу или же свернул свиток и сел на место. Писание говорит, что глаза всех были устремлены на Него. Все как бы ожидали объяснения этих текстов. И далее Иисус открыл устаство и сказал, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Вот почему пришел Иисус. Вот почему Он был помазан Святым Духом при крещении Иоанна Крестителя. Он был помазан и нести благовестие, сердце Иисуса Христа было наполнено благовестием, ибо сущность нашего Господа Иисуса это не что иное, как сущность благовестия. Это не одно место, где Он цитировал эти тексты и приносил утешение. Там, где Иисус находился всегда, была радость и счастье. Он был жданным гостем. Он был приятным человеком, когда Он ходил в домы. Тучи рассеивались в этих домах. Люди обретали надежду, утешение, спасение. Даже дети и те льнули к Его ногам, чтобы дотронуться к Иисусу, сесть на Его коленках. Сердце нашего Господа Иисуса Христа наполнено было действительно благовестием. Поэтому мы можем определенно сказать, что наш Господь Иисус Христос – это благовествующий Бог. Меня поражает особый момент в жизни Иисуса Христа, когда казалось сердце и душа не открыто было для благовестия, когда казалось, что сердце разрывалось на куски, когда сам Он сказал о своей душе «Скорбит она смертельно». Но в этот момент в самый трудный момент жизни Иисуса его сердце открывается для благовестия. Он сам бы нуждался в поддержке, но не было поддерживающих. Все разбежались, все покинули его. Но с его сердца, как с источника провозглашаются слова благовестия. Эти слова он адресовал тому, кто умирал. Умирал без всякой надежды. Это был разбойник на Голгофском кресте. Он обратился к нему и сказал «Господи, помяни меня в царстве Твоем». Ведь не только говорить тяжело было, но даже и дышать тяжело было. Но Иисус открыл свои уста и сказал «Ныне говорю тебе, ты будешь со мною в раю». Это величайший замечательный букет, благоухающий букет благовония, подаренный этому человеку. Этот человек обрел надежду и спасение. До конца своей жизни Господь остался Господом благовествующим. Когда мы размышляем о служении Святого Духа, мы приходим к убеждению, что Он также послан для особой миссии. Сам Иисус сказал «Я пошлю Его к вам». И Он даст особую силу для благовестия, и вы будете мне свидетелями, в Иерусалиме, в Иудее, в Самаре, до краев земли. Мы не можем претендовать на действие Святого Духа в нашей жизни в решении каких-то особых других проблем. Дух Святой не послан, чтобы решать продовольственную проблему. Он не послан для того, чтобы решать проблему здравоохранения. Да, конечно, мы можем обращаться к Святому Духу, чтобы Он помог нам в решении многих вопросов. Но Господь, Дух Святой, хотел бы использовать каждого из нас для благовестия и свидетельства. Троица. после некоторых рассуждений мы можем сделать весьма важный вывод. Мы можем сказать, можете ли вы сказать, сестры и братья, что Святая Троица – это благовестующая Троица? Можем ли вы сказать «Аминь»? Аминь! Святая Троица – это благовестующая Троица. Три личности Божества в одних планах, в одном характере, в одних устремлениях содействуют к благовестию. Я расскажу один опыт, который мне пришлось пережить в одном городе. Мы молились в церкови о том, чтобы Господь открыл двери для благовестия. Мы хотели поделиться благой вестью со всеми жителями этого города. Но у нас не было достаточно средств, чтобы арендовать центральный кинотеатр. И вот спустя короткое время мне позвонили члены церкви и говорят «Завтра мы начинаем евангельскую программу. Почему вы об этом не объявляли в церкви?» Я сказал «Я сам об этом ничего не знаю». «Откуда вы знаете?» «Ну как же? Вы посмотрите, включите телевизор. Целую неделю, несколько раз в день идет программа, приглашает людей, всех жителей города в два кинотеатра, самые центральные для начала евангельской программы». Я позвонил на телевидении и спросил «Действительно такая реклама проходит?» Они сказали «Да, уже целую неделю, как мы крутим несколько раз в день». И тогда я все понял, и я сказал «Друзья, эту рекламу я давал два года назад, когда приезжал евангелист, и я подарил Библию директору телевидения, и в этой Библии находился листочек с этой рекламой, но год я не подписывал, я только подписывал число и месяц». И спустя два года эта Библия лежала на подоконнике, и кто-то из сотрудников телеканала открыл Библию и увидел эту рекламу. Но так как года не было подписано, они сказали «Давайте срочно, через неделю начинается эта программа, и нам необходимо едать». И они все задействовали все средства массовой информации, чтобы рекламировать нашу программу. «Но на следующий день нужно было стоять на сцене». Я позвонил директору кинотеатра, объяснил ситуацию и сказал «Пожалуйста, открывайте кинотеатр». Один и другой, она была директором двух кинотеатров, потому что вот такое и произошло. Если вы не верите, позвоните на телевидение и узнаете, что это действительно так. Она сказала «Ну что же делать? Конечно же, я вынуждена буду открыть. Приходите и двери двух центральных кинотеатров были открыты. Реклама была совершенно бесплатная и аренда помещений была совершенно бесплатная. Ноль копеек два кинотеатра были предоставлены в распоряжение церкви для провозглашения Благой Вести». И тогда я вышел на сцену и объяснил людям о том, что тот евангелист, которого приглашали через телевидение не приедет, он был несколько лет назад. Но, наверное, Бог усмотрел, что кто-то из вас жаждет спасения. Он жаждет познать истину. И поэтому по любезности директора кинотеатра, который предоставил нам безвозмездно эта программа состоится. И вы можете себе представить, десятки людей заключили завет с Господом. И сама директор кинотеатра увидела, что в этом есть какое-то необыкновенное деяние. И она сказала, приходите каждую неделю, и мы хотим, чтобы все сотрудники кинотеатра могли слышать эту весть, которую вы проповедуете людям. Каждую неделю мы приезжали и встречались со всеми сотрудниками. Все сотрудники, восемь человек кинотеатра, приняли крещение и присоединили в церковь адаптистов седьмого дня вместе с директором кинотеатра. Нам трудно даже себе представить о том, как Бог использует различные возможности и главная мысль Бога и мечта Господа в том, чтобы принести нам благовестие, чтобы спасти нас для вечности. Но, друзья мои, не только Святая Троица благовествующая, ангелы Божьи, которые посланы Господом для благой вести, выполняют это служение с радостной вестью. Я представляю себе, с какой радости взмахнули крыльями ангелы, когда Господь поручил им прийти на нашу планету возвестить о радостной вести спасения о рожденном младен. Если бы Господь послал их к римскому императору, они выполнили бы это с таким же вдохновением, как они это сделали перед простыми скромными пастухами. Но только посмотрите и представьте, как это они делали. Чем наполнялось сердце ангелов, когда они говорили о радостной вести возрадуйтесь. Ибо эта радость пришла всем людям. Разве можно говорить о радости самому, не испытывая радости? Поэтому Господь, вовлекая нас в процесс благовестия, хотел бы, чтобы мы испытывали эту же радость. Апостол Павел, который пережил особый опыт духовного рождения, когда Он присоединился к семье Божьей, Он написал в послании Галатам, Галатийской церкви, в 4-й главе 6-го текста. Давайте мы прочитаем эту мысль вместе с апостолом Павлом. 4-я глава, 6-й текст. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего вопиющего Ава Отче. Павел прочувствовал опыт быть сыном Божьим. И только после того, когда человек испытывает радость при общении к небесной семье, он может обратиться к своему Богу с этим словом Ава Отче. Что в переводе означает мой папочка. Папочка мой. Далее в послании к римлянам в первой главе, в первом тексте апостол Павел размышляя о себе, о своем предназначении, о том, что он сын Божий и далее говорит Павел раб Иисуса Христа призванный апостол избранный к благовестию Божьим. Он понимает, что Господь его избрал для особого предназначения. Все преимущества, которые он имел в этом мире, ничто не значат с тем, какое право Бог дал ему. Ведь Бог дал право апостолу от его имени обращаться самой радостной вестью спасения, призванной благовестью. Дорогие собратья, мы все с вами призваны Господом. Каждый в свое время услышал весть «Придите ко мне все труждающие обремененные и я успокою вас». Откликнувшись на этот призыв, наше сердце наполняется особым желанием поделиться благовестием. Поэтому мы можем сделать очень важный вывод. Божья семья – это благовествующая семья. Все, кто родились духовно и приобщились в небесной семье, вся Божья семья благовествующая. Павел далее в 14-м тексте говорит «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам, и так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Павел не чувствует себя как человек, которому кто-то что-то должен. Знаете, сегодня многие люди и их глаза и лица свидетельствуют о том, что как будто общество виновно перед ними и все должники. Но Павел наоборот. Он чувствует особый долг перед римлянами, перед невеждами, перед еленами, варварами, то есть другими народами, которые кажутся далеко за пределами Палестины. Но Павел чувствует, что он должник, потому что он нечто приобрел. Мы можем чувствовать только тогда, что мы должники, когда нам передали что-то, чтобы мы передали другим. И если мы это утаили, и если мы еще не передали то, что мы должны передать, мы чувствуем, что мы должники. И нужно определенное время, когда мы сняли бы этот груз и передали то, что нам уручили. Вот такое чувство испытывает апостол Павел. Он считает этот долг радостной привилегией. А посмотрите на ответ Иоанна Крестителя, которого спрашивают, а кто ты? Иоанн Креститель не идентифицирует себя по национальному признаку, по социальной принадлежности. Но он говорит, я глаз вопиющего в пустыне. Друзья мои, так что же есть на самом деле благовестие? Помните наш вопрос при начале проповеди, которую мы задали. Итак, благовестие это ничто иное, как приобщение к небесной семье. Поэтому горе о котором говорит апостол Павел это не проклятие, которое приходит от Бога. Это не болезнь, которую Господь многие думают может поразить нас. Это горе от того, что я не принадлежу Божьей семье. Ибо если я не благовествую, это значит я не член Божьей семьи. Я далек от Бога. Я далек от Божьей семьи. И это вызывает действительно великое сострадание. Это вызывает великое чувство сожаления от того, что человек, именуясь христианином, далек от Божьей семьи. Вот почему горе. Дорогие братья и сестры, мы с вами призваны к этому великому служению. От имени Господа провозглашать благую весть. Эта сладостная весть наполнена наше сердце. Она исцелила нас. Она является доказательством того, что мы приобщены к небесной семье. Ибо вестница Господня говорит, миссионерский дух это дух Христа. Если вы желаете благовествовать о Христе, если вы не стыдитесь Евангелия, если вы считаете преимуществом каждый день вашей жизни сказать кому-то о Христе, если ваше сердце наполнено радостью и счастьем, когда вы можете сказать, что вы поклонни Господа, это значит в вашей жизни произошел опыт духовного возрождения, и вы приобщены к небесной семье, вы часть Божьей семьи, вы сын Божий, вы дочь Божья. Думая об этом, я считаю высшей привилегией в этой жизни принадлежать Божьей семье, ибо Божья семья во вселенной это самая красивая семья, эта семья имеет перспективу вечности, эта семья, главой которой является мой отец. В смирении и в радости я хочу сказать моему отцу, главе его семьи спасибо и аллирую. Если ваше сердце наполнено таким желанием, я приглашаю подняться для молитвы. благословенный вечный святой наш Господь и Отец, мы вновь обращаем свои взоры к Тебе, мы сердечно благодарим Тебя за этот чудесный опыт, который мы пережили, принадлежать Твоей семье. И Ты наполнил наше сердце Святым Духом, Который желает нести благовестие, делиться этим великим даром спасения. Благослови Господь особым образом тех, кто еще не вкусили благого глагола, кто не ощутил в своем сердце Святого Духа, Который побуждает нас обращаться к Тебе. А во отче мы хотим Тебе сказать, Господь, что мы любим Тебя, что мы считаем большим преимуществом быть Твоими детьми. И мы хотим сказать, что мы считаем большой привилегией от Твоего имени делиться благой вестью. Слава Тебе и Аллилуйя Богу Отцу Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь.